Друзья, всем привет! Ну что, можете меня поздравить. У меня в мастерской добавилось оборудование немножечко. За место вот этого старикана появился, друзья, вот такой вот красавец. Ну, к нему мы сейчас вернемся. Хотелось бы все-таки рассказать, что прошел вот этот старичок. Как говорится, огонь, воду и медные трубы. Весь затюнингованный, быстросъем с краном полуоборотным спереди в заглушке, просто быстросъем сзади для подключения дополнительных ресиверов. Вот. Характеристик я не помню. Наклейка отлепилась давным-давно с ними. Ну, я в интернете нашел его модельку. Вот здесь будет где-то скриншот. В общем, кому интересно, посмотрите. Но он бодр, как говорится, и весел, и выручает по сей день. Компактный, маленький, удобный компрессор. Но надо расширяться. Итак, что было с ним? Как-то у меня лег на бок один разок. И вот здесь вот этот уголок, его сломало, просто тупо его обломило. Здесь был намного тоньше. Как говорится, заводской там, не знаю, комплектный. В общем, искал-искал, не нашел я эту запчастюлину. Заехал в Камазовский магазин, и мне вот продали вот такой вот уголок. Тот, что нужно. Вот здесь резьба идет на конус. Как в газовом баллоне, знаете, такая резьба на конус. Здесь тоже самое. Ну и, соответственно, резьба под гайку тоже подошла. То есть, вообще, запчасть с какого-то бака или откуда-то там. Ну, это было лет семь назад. Вот. Стояла здесь алюминиевая трубка, мужики. И от вибрации она где-то, не помню где, просто тупо сломалась. Вибрировала, дырила и лопнула. Заменил я ее на медную. Вот полностью. Медная трубка десятка. Вот, как-то так. И все поломки. Это вот все, что с ним произошло. Ну, это... Быстросъемы они на полдюйма продаются. Что здесь, что там. Все это продается. И с меньшей резьбой, с любой резьбой они продаются. Ну, это я делал там для своих целей. Так, чтобы можно было кран перекрывать, когда шланг подключен. Вот. Как-то так. Включать мы ему не будем. А, колеса поменял. Потому что вот эти вот заводские колесики, вон они. Они тупо от поездок развалились. А это с какой-то коляски, я не знаю. На металломе. Увидел. На литье. Вообще шикарно. Ну, на пластмассовом литье. А вот, которые были, вот, просто вставил в трубу. И на такой пятак, чтобы он не провалился. Вот это по старикану. Давайте вернемся к Змей-Горынычу. Так. Вот так вот это все дело выглядит. Характеристики движка. Кому интересно, друзья, я в этом не соображаю. Можете поставить на паузу. Почитать. Кто-то говорит, здесь алюминиевая обмотка. Кто-то говорит, там еще там что-то. Короче, не знаю. Я в этом не соображаю. Так. По характеристикам. Вот. Также можете поставить на паузу. Изучить все эти моменты. Вот. Хоть и написано здесь 600 литров в минуту. Ну, мужики в группе посчитали. Это на входе. Посчитали. Тут намного меньше на входе. Где-то 500 с копейками. 500 с небольшим. На выходе около 400. Ну, понятное дело, чистая Япония. Вот. Как-то так. Диаметры поршней 65-е. Вот эти. 90 или 95-е. Это большие. Там они были, значит, компрессора. С такими вот большими поршнями. Ну, двигателя там были на 380 вольт. У меня нет 380 вольт. У меня однофазная сеть. Поэтому взял все такими. Так. Что еще вам показать, рассказать. Есть выход из баллона. Он 100 литровый. Но можно подключить еще дополнительные ресиверы. Я сделаю из 6 газовых баллонов. И дополнительно еще 300 литров. Вот. Посвариваю их вместе. Как-то так. Ременной привод. Работает гораздо тише. Нежели обычный. Как он там называется. Прямой, да. Вот. Как-то так. Сейчас их рядом поставлю. Вот так вот для сравнения. Я думаю. Наглядно видно. Насколько. 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 Добавилось объема воздуха. Даже без дополнительных ресиверов. И теперь. Что можно к нему. Теперь. Подключить. Приобрести. Что можно сделать. Напишите в комментариях. В общем, мужики. Как всегда. Вырубили свет. В самый неподходящий момент. Ну. На этом, в принципе, можно и закончить видос. Всем пока. Как говорится. В полку прибыло. Теперь у меня есть. Вот такой вот. Змей Горыныч. Так я его и буду называть. С тремя головами. Будет мне помогать. В этом деле. Все. С вами был Санек. Скоро увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok